Девочка-пай И снова здравствуйте. В эфире специальный выпуск информационной программы «Республика. Напомню, национальное телевидение Чувашии» работает сегодня для вас в специальном эстафетном режиме. Ровно в полдень в Чебоксары прибыл огонь 22-х зимних Олимпийских игр. Вместе с чебоксарцами на железнодорожном вокзале его встречала и наша съемочная группа. И давайте посмотрим, как это было. Девочка-пай Добрый день, уважаемые горожане! Добрый день, спортивная Чувашия! Сегодня в Чебоксарах поистине спортивный праздник. Это поистине исторические события. Впервые в город Чебоксары прибыл Олимпийский огонь, который символизирует истинно олимпийские принципы. Дружбу, совершенство, уважение. Для нас большая честь принимать эстафету Олимпийского огня. Встречая Олимпийский огонь, город Чебоксары подготовился в плане развития физической культуры и спорта, и благоустройства города. В этом году Чувашия признана самым спортивным регионом России. Все замиранием сердца смотрят на нашу сцену, где уже через несколько мгновений появятся хранители Олимпийского огня. Дамы и господа, огонь 22-х Олимпийских зимних игр Сочи-2014 был отправлен в путешествие по нашей стране в октябре этого года. И сегодня он прибыл в Чебоксары! Аплодисменты! Дорогие друзья, наступает самый важный! И самый торжественный момент! Зажжение первого факела 22-х Олимпийских зимних игр Сочи-2014 в Чебоксарах! Этот момент не должен пройти в тишине! Аплодисменты Чебоксарте! Огонь 22-х Олимпийских зимних игр Сочи-2014 зажжен! Дорогие друзья, право первой нести факел предоставляется Олимпийской чемпионке Елене Николаевой! Дорогие друзья, наши аплодисменты! Давайте дадим старт вместе! Начинаем обратный отсчет с пяти! Пять! Четыре! Три! Один! На старт! Дорогие друзья! Субтитры делал DimaTorzok Министр физической культуры и спорта Свою карьеру он начинал преподавателем в спортивной школе города Шумерля И как мы видим, до сих пор Сергей Мельников находится в очень хорошей форме Налицо постоянные тренировки Эстафету у министра готовится принять Юрий Ильин Мастер спорта страны по лыжным гонкам За его плечами уже три паралимпиады и победы на международных чемпионатах На эстафете люди, чьи возможности ограничены преодолевают, как и все, 200 метров Юрий Ильин покоряет эту дистанцию на инвалидной коляске Субтитры делал DimaTorzok Все, отходим Настойчивого человека На эстафете Магано Солотсейк Сити Многократный чемпион России, многократный призер Европы, мастер-шкорпа международного класса Юрий Славев. Вы помните, мы на вас внимательно хорошо обратились, а вас завели потом в этот, да? Девушка, спасибо. Сегодня он близкий, сегодня он с нами, сегодня он Чебоксанов. Пора, дорогие друзья! А прямо сейчас Олимпийский огонь путешествует в районе речного порта. На площади речников работают мои коллеги Татьяна Молокова, Надежда Якулев, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев. Они готовы выйти с нами на связь и вести прямой репортаж с места событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Голубый, голубый второй! А это поличинского огня, готовится принять Юлия Карпова. Как настроение, Юлия? Отлично! Вот это наш ответ! Продержим Юлию! Ура, друзья! Он занимается активно, занимается спортом и под активную позицию по отношению здорового, продолжим, продолжим. Промагается в параметры, шахты, кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем-кем. В этой республике. С волонтером! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...